Генный и социальный детерминизм Современные науки, социология и генетика возникли на рубеже XIX века и утвердили свой академический статус во второй половине XX века. Гены – это сегменты ДНК. ДНК, в свою очередь, находится в хромосоме. По оценкам ученых, у людей насчитывается до 25 тысяч генов. Гены содержат генетические коды для производства специфических белков и молекул РНК, которые, в свою очередь, определяют наше развитие, рост, черты характера, темперамент и функционирование организма. Генная мутация – это повреждение и изменение программного кода в гене. Мутации могут привести к проявлению физических и психических болезней, повлиять на наш внешний вид, на наш характер, на наш темперамент. Генная мутация может возникать из-за ошибок во время клеточного деления. Также может являться результатом факторов окружающей среды – вредные химические вещества, радиация, ультрафиолетовый свет. Социальное окружение – один из главных факторов, который влияет на личность, ее развитие, формирование индивидуальных качеств. Индивидуум усваивает образцы поведения, социальных норм и ценностей, необходимые для успешного функционирования в данном обществе. В процессе социализации принимает участие все окружение индивидуума – семья, соседи, сверстники в детском заведении, школе, средства массовой информации и многое другое. Генный и социальный детерминизм. Слово детерминизм латинского происхождения и обозначает ограничивать и определять. Сейчас мы с вами рассмотрим схематически, как гены и социум ограничивают и определяют будущее человека, влияют на его судьбу. Человек находится, живет в настоящем времени и смотрит в будущее, он строит планы на будущее, он что-то желает иметь в будущем, чего-то достичь. Какие же желания у него могут быть и какие планы он может строить? Здесь есть очень интересный момент. Человек наследует от своих предков гены, которые определяют умственные способности человека, черты его характера, склонности к каким-то вещам. В том числе, если есть присутствие мутации ген, это тоже налаживает свой отпечаток. И все это ограничивает человека в его мыслительном процессе. На схеме это показано зеленым квадратиком. Добавьте сюда еще влияние социума, в котором родился и вырос человек, и в котором усвоил образцы поведения, социальные нормы, ценности. Голубенький квадратик. Человек будет стремиться только к тем ценностям, которые он унаследовал у социума, в котором жил и рос. И он будет размышлять об этих ценностях и желать только в той степени и способности, которые он имеет от унаследованных им ген или от мутаций ген. Социум и гены ограничивают желание и цели человека. Таким образом, он будет желать только в рамках ограничения, выделенного серым цветом. Таким образом, человек может запланировать и пожелать достигнуть будущего, например, под цифрой 1, вот зеленый валик, или же под цифрой 2, или же под цифрой 3. Но возникает вопрос, сможет ли он все-таки достичь этого, что он себе запланировал и пожелал. И снова здесь вступает дело генная предрасположенность и социум, в который вырос и живет человек. Они накладывают свой отпечаток на возможность человека достичь того, что он запланировал. Либо они его ограничивают и не позволяют ему это сделать, либо наоборот способствуют и увеличивают его шансы достигнуть реализации своих планов. Да, интересный, конечно, взгляд. И сложно отрицать влияние гена и социума на жизнь и судьбу человека. Но возникает вопрос, в какой степени происходит это влияние. Является ли это влияние тотальным? То есть у человека вообще нету свободы выбора, свободной воли. Он полностью контролируем своими генами и социумом. Или же все-таки у человека есть свобода выбора какая-то, возможно, ограниченная. И с другой стороны, какое соотношение между влиянием ген и социумом? 50 на 50 или же тут больше влияние ген, а социум меньше. Или же здесь происходит определенное комбинированное влияние? Где-то больше, где-то меньше. Вот такое сбалансированное влияние в зависимости от состояния, обстоятельств и жизни человека. Скорее всего, сбалансированное. И, на мой взгляд, есть определенный процент все-таки свободного выбора человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова